Здравствуйте, дорогие друзья! У нас урок русского языка. Не забываем писать число. Классная работа. Следующая строка, пожалуйста, мелкочистописание с буквой С. И я вам подобрала следующие две строчки. Слованые слова, в которых встречаются тоже буква С. Что вам нужно будет сделать? С красной строки, с большой буквой первое слово, все слова через запятуду вы должны вставить пропущенную букву и ее подчеркнуть. Пропущенную букву и ее подчеркнуть. Здесь нужно выбрать слово Россия. Это главная или строчная буква. Одна, две, с или одна. То есть слово Россия. Пропущенная буква. Здесь вы выбираете за главную или строчную. В конце ставите точку. С букву, которую вы вставляете, вы ее должны подчеркнуть карандашом. Итак, обратите внимание, пожалуйста, на наш экран. Я хочу вам сейчас зачитать такое интересное стихотворение. Гиппопотама бегемот однажды встретил. Вы кто спросил? Я бегемот. Гиппопотам сказал. Тут возмутился бегемот. Кто ж я тогда такой? А вы, ему ответил тот, гиппопотам простой. Гиппопотаму бегемот сказал. Вы просто лжец. С гиппопотамом бегемот рассорился в конец. Они уже который год и здесь шумят, и там. Все не решают. Кто бегемот, а кто гиппопотам. Давайте с вами посмотрим, кто же из них бегемот, а кто гиппопотам. Может быть так. Это бегемот, а это гиппопотам. А может быть наоборот. Посмотрите, слова разные. Посмотрите на зверей, на животных. Они совершенно одинаковы. Значит, два разных слова называют один предмет. Одного зверя. И те слова, которые разные, но называют один предмет, называются синонимами. Итак, синонимы это слова, разные по звучанию, но дают одинаковое значение предмета. Описывают один и тот же предмет. Ну, давайте посмотрим. Узнаем животного. Косой кто это? Как мы, кого мы так называем? Конечно же, заяц. То есть, предложить мы можем сказать, заяц прыгал по поляне или косой прыгал по поляне. Кто же такой сахатый? Это лось. Лось бредет по бурелому. Или сахатый бредет по бурелому. Будет об одном и том же звере. Кто такой косолапый? Ну, конечно, это вы уже знаете, медведь косой с косыми лапами. Можно говорить и медведь, а можно взять в речь вместо слова медведь косолапый. Слова косой и заяц это слова-синонимы. Сахатый, или лось, слова-синонимы. Косолапый, медведь, это слова-синонимы. Слова, которые обозначают или называют один предмет. Ну, давайте вспомним, предлагаю сказку о рыбаке и рыбке. Какое здание, да, какое жилище просила старуха у рыбки. Вначале это была землянка, слово-землянка. Затем ей рыбка дала избу. Далее пошла, пошел терем, вспоминаете. И последние были царские палаты. Так вот, посмотрите, ребята, землянка, изба, терем, царские палаты. Смотрите, слова разные. А вот значение у этих слов какое? А вот значение, что значит это такое? Это здание, в принципе, какое-то строение, предназначенное для жилья. Вот оно, строение, предназначенное для жилья. И это строение, и это здание для проживания человека. Смотрите, слова разные. А вот называют один и тот же практический предмет. Это слова-синонимы. Это слова-синонимы. Это слова-синонимы. Давайте теперь будем рассуждать. Зачем нужны слова-синонимы людям в речи? Говорят так, что слова-синонимы нужны для обогащения нашего языка, для яркости нашего языка, для того, чтобы уточнять какой-то предмет. Вот, например, мы же не можем с вами, можем ли мы сейчас заменить один предмет, название одного предмета на название на другой. Вот, смотрите, мы можем с вами вот эту избушку назвать небоскребом? Ну, конечно же нет, потому что слово небоскреб, оно уточняет, да, в речи, что это огромное здание, небо скребет, да, а избушка не может быть таким. Или, например, вот это здание мы можем назвать домом? Вряд ли, потому что дом видно, там живут точно люди для жилья, а вот это здание может быть школой, а может быть это медицинское учреждение. То есть, посмотрите, ребята, иногда нам нужно с вами думать, да, когда мы употребляем одно или другое слово, и должно быть в речи употреблено уместно. Не просто так говорить, да, а сначала подумать, какое слово больше подойдет в этой ситуации. Ну, вот, посмотрите, еще на экране у нас с вами сказано, где можно найти, уточнить значение слов-синонимов. Это может быть словарь синонимов русского языка, или вот краткий словарь синонимов. То есть, вам, например, дадут задание, да, подберите синонимы, синонимы, например, к слову дом, а вы можете в словаре как раз и найти несколько слов-синонимов к этому слову. Пользуясь этой информацией, которую я вам сейчас рассказала, вы откроете страницу 145 учебника, найдете упражнение 6. В этом упражнении, я обращаю ваше внимание, сказано, устно заполнить пропуски. Вы прочитаете устно, заполните пропуски. У вас есть слова для подсказки в этом упражнении. И сказано, спеши первое предложение. Нет, ребята, вы будете записывать весь текст. Но только будьте внимательны, когда будете подбирать слова-синонимы в каждое предложение. Спасибо, удачи!